я приветствую храбрых героев и милых героинь меня по-прежнему зовут анна шальнева и я комьюнити игры гильдия героев нас ожидает масштабное обновление с принципиально новым режимом игры и дополнительным шестым умением кроме этого рейнджер вернулся с благими вестями о новом регионе мистической пустоши вместе с которым в игре появятся новые сеты доступные в цикле мини-ивентов новое поколение умений важно которые теперь будут недоступны в магазине торговца и в магазине арены но доступны на локациях и в мини-ивентах 5 новых кристаллов маны новый уровень зелья здоровья новые уровни алтаря и ювелира новое поколение рун а еще уровень опыта персонажа поднимется до 501 сразу оговорюсь что визуально обновление может выглядеть иначе так как все еще ведутся доработки а я снимаю альфа версию игры чтобы поскорее успеть вам все показать как всегда я постараюсь поберечь ваше время разделяя обзор на логические части а в инфобоксе укажу тайминг видео чтобы вы могли отлистать на интересную для вас часть или вернуться к ней при необходимости давайте начнем с нового режима игры который мне показался довольно приятной интересной активностью поучаствовать в нем можно с 5 уровня мощи в нем вы сможете получить отличные ресурсы рейды и даже умения и сет предлагаю разобраться в событии вместе со мной сделано она в формате настольной игры я кстати безумно любила подобные игры в детстве да и сейчас люблю а вы вам нужно кидать кубик и персонаж будет продвигаться по карте согласно количеству выпавших очков хорошо что здесь нет откатов как в традиционных играх подобного рода поле на который встанет персонаж согласно количеству очков и будет вашей наградой счастливый кубик можно получить выполняя ежедневные задания или купив его волшебный можно только купить в чем их отличие кидая волшебный кубик вы сразу можете определить выпадающие на нем количество очков придумано это для того чтобы персонаж сразу встал на интересную для вас клетку есть клетки с надписью уровень уровень таких клеток будет расти с количеством раз когда персонаж на них окажется как и количество ресурсов доступные на них на поле есть главная награда ее нужно выбрать самостоятельно а еще ее можно менять ее вы получаете когда проходите весь раунд обратите внимание на души босса для чего они могут быть нужны и еще один полезный момент в этом событии можно отключать анимацию для этого вам нужно включить опцию пропустить а мы переходим к еще одному нововведению ультимативные умения если мы откроем меню персонажа то заметим что слева у нас появился дополнительный слот куда как раз и поместится одно из ультимативных умений чтобы разобраться что же это такое нам нужно отправиться к белому магу и открыть последнюю вкладку а вот и 4 ультимативных умения я не буду зачитывать вам то что вы и так можете без меня прочитать а расскажу своими словами выводы и впечатления после использования этих умений но сначала немного теории и так умение 4 по количеству стихий по аналогии с питомцами здесь также есть анима умбра механа и люме они также по-разному эффективны друг против друга нажав на умение вы как раз можете прочитать про эффективность против других стихий здесь же можно узнать какой урон и каким образом умение наносит все ультимативные умения либо создают стихийный щит либо восстанавливают его что безусловно является очень приятным бонусом во время боя визуал умение и их работу я покажу чуть позже хотя давайте откроем предпросмотр я очень просила коллег оставить котика но они меня не слушают и боюсь вы его уже не увидите и привет от барсика всем тем кто его ждал получить умение можно как раз помощью тех самых духов босса на которых я обратила ваше внимание в новом событии пусть пилигримов их можно получить и в разных ивентах например в мини-ивентах испытаниях и других а теперь предлагаю посмотреть их в действии все четыре варианта если мы играем на автобое то активация ульты я буду сокращенно так называть эти умения и в команде мы уже привыкли их так называть происходит автоматически сразу же в начале боя затем идет откат в ручном режиме ульта сама не сработает если говорить о бои против лучников то я рекомендую бой на автобое с ультой не начинать потому что ульта скорее всего начнет атаковать тень это моя теория но я считаю она стоит того чтобы ее проверить то есть чтобы этого не произошло чтобы ульта не атаковала тень по моей теории вам достаточно включить автобой позже и активировать ульту самостоятельно когда тень пропадет если я ошибаюсь пожалуйста приходите в сообщество и рассказывайте как все это работает когда у вас будет такое умение все зависит вообще конечно от расположения умений соперника на мой взгляд самое правильное применение ульты это бои на аренду и регате потому что ульта будет давать дополнительный щит и урон на войнах я сильного преимущества в ее использование пока не вижу так как там идет упор на скорость взятия локации и ульта просто не успеет восстановиться с такой скоростью но вот если говорить про режим защиты и тяжелых персонажей в атаке там вполне вероятно это уже будет полезным дополнением приятно что ульта бьет именно стол а не мобов ну точнее мобов она тоже бьет но это уже как ее дополнительная функция да и важный момент случай если ваш персонаж повержен ульта не работает зато паучьи крылья превращаются в пожирающего вас паука в его случае вы успеете оценить ультимативное умение самостоятельно и сделать свои выводы и еще раз попрошу поделиться ими в сообществах мини-ивенты я не хочу подробно на них сейчас останавливаться так как этот режим вам всем отлично знаком кто-то наверное уже проходит их закрытыми глазами поэтому бегло первая вкладка отправляет нас в бой и катакомбы в наградах находятся полезные ресурсы и души босса для ультимативных способностей в магазине также есть ресурсы и части сета вкладка экспедиции дарит дополнительные бонусы при покупке талисмана а еще там лежат умение нового поколения в топе вы получаете как и раньше части сета ресурсы и премиум а за скорость взятия первых мест топа оружие топ сезона дарит аватарки но я не буду открывать сейчас эту вкладку потому что пока там аватарок нет мини-ивенты в этот раз это цикл в каждой части вы сможете получить одну из частей сета а теперь я покажу вам новые сеты которые вы сможете там получить повелитель морей бог грома и император мертвых они как я уже сказала будут разделены на части по циклу мини-ивентов суперсета доступны от 204 уровня мощи в сетах по-прежнему три бонуса в зависимости от собранных частей и три слота под аффиксы повелитель морей активируют ауру водоворота и отмщение в зависимости от трат и получение зарядов ярости заметно что гейм-дизайнеры и художники вдохновлялись древнегреческой мифологии и этот сет очень напоминает посейдона бог грома которую мне сразу хочется назвать зевсом создает молниевые столпы и молниевую ауру активация тоже зависит от зарядов ярости и последний сет это сет мага император мертвых помните как звали бога мертвых в древнегреческой мифологии цвет позволяет создавать проклятые щупальца и метку проклятых я неравнодушна к мифологии и точно бы хотела побегать в одном из сетов скрыв скин думаю найдутся игроки разделяющие мою любовь и я не забыла показать вам женских персонажей я знаю что вам всегда важно посмотреть и их тоже в том числе а теперь мы подошли к финальной части обзора новому региону наконец-то мы ближе чем можно было представить к пирамиде архи демона того самого демона который убил за рта на в темной башне не забываем читать сюжетные окна ведь там творится история игры хевана и ваших персонажей давайте посмотрим на новые локации и мобов фиолетовый цвет один из моих любимых и я не могу оставаться равнодушной к окружению нового региона именно из-за этого цвета обратите внимание на новых мобов вы можете сказать что они похожи на старых но тем не менее их вид другой тем более появился дополнительный тип мобов у них двойная шкала здоровья прохождение локации ведет нас к встрече с архидемоном и к финальной битве с ним но мы не поведим зло таким образом ведь теперь место архидемона займет дочь за рта на зирана и мы видим ее уже без плаща заметно как она приходит себя и набирается сил расскажите вам нравится ее внешность а теперь мы подошли к интересному заданию от меня для самых стойких тех кто досмотрел обзор до конца первые десять игроков отправивших личные сообщения сообщества видео с финальной битвой с архидемоном это четвертый портал духов его самая последняя часть отрывок из которой вы увидели получат умение на пять звезд согласно уровню мощи важное условие в конце видео показать своего персонажа меню с инвентарем так мы сможем идентифицировать вашего персонажа по айди а на этом я заканчиваю свой долгий но надеюсь интересный обзор буду ждать вас сообществе с видео с архидемоном с обратной связью и увидимся на просторах грейхевена